Итак, друзья, коллеги, мы начинаем в нашем партизанском зале говорить о темных искусствах и темных практиках, не ожидая отстающих. И сегодня мы поговорим о, на мой взгляд, незаслуженно забытой, непопулярной, дискредитированной посттравматическим советским и перестроечным опытом в форме производственного кооператива, которое, между тем, весьма популярно в мире. И я не помню актуальную статистику ООН, но там что-то около 300 миллионов людей работает в кооперативах, они генерируют триллионы долларов оборота. Даже с чисто финансовой точки зрения, с точки зрения социального импакта, это достаточно влиятельная организация. К сожалению, исторический опыт сейчас таков, что, когда мы говорим о том, что вот мы производственный кооператив, говорим о том, что существует 41-й федеральный закон, что прямо сейчас в стране существует 5000 подобных организаций. Понятно, что это микроскопическая доза на фоне 6 миллионов компаний, существующих в других формах. Но вот, тем не менее, мы есть. И на наш взгляд, эта форма и этот опыт позволяет, в частности, построить радикальное самоуправление, создав советы директоров и акционеров, не статичные, а формируемые из трудового коллектива по мере наработки опыта, по мере возникновения доверия, понимания того, кто чего стоит. И в этом смысле компании этой формы, это вот просто важно на берегу понимать, это компании, которые строятся не от капитала, а от трудового коллектива. И вот это надо прочувствовать. Ведь в современном ландшафте, да, кто бы что, на мой взгляд, не говорил, да, понятно, что предприниматели, они удовлетворяют какой-то интерес, да, клиентов. Понятно, что они могут быть инноваторами. Понятно, что там помимо того, что там завещал дедушка Маркс в капитале, у них есть и другие интересы. Они могут быть творцами, они могут быть служителями там общества. Но в конечном итоге одна из ключевых функций предприятия, которое делается бизнесменом, заключается в том, чтобы извлекать из него ренту и, вероятно, в какой-то момент продать, либо передать по наследству, чтобы дети продолжали извлекать ренту. И это как бы правда жизни. Кооперативы в этом смысле уникальны в том плане, что они изначально строятся от благосостояния трудового коллектива и оптимизируют задачу создания стабильных рабочих мест, возможностей для людей жить в рамках выработанных договоренностей и не зависеть от рыночной конъюнктуры. Об этом мы еще поговорим, но для кооперативов характерно поведение, что когда в условиях рынка, например, происходит кризис и спад, классические предприятия разоряются и просто уходят, а кооперативы существуют как партизаны и пересобираются снова. В этом плане для кооперативов характерно более долгий жизненный цикл, и если классическое ООО, как правило, существует 20-30 лет, если вообще существует столько, а потом исчезает, то кооперативы могут существовать десятки, сотни лет и пересобираться. Но потому что они не про капитал, они про людей. Итак, презентация будет состоять из трех ключевых частей – теории, практики и перспективы. Но это начало. Чтобы немного познакомиться, собственно, зовут меня Гусейнов Кустам, справа QR-код нашего кооператива, вы можете отсканировать его. Мы намерены документировать нашу историю и активно делимся информацией о том, как мы устроены, то есть прямо сейчас по нашему образцу несколько других кооперативов. Например, мне очень понравилась история про калужских программистов ЧПУ, которые работают на неком государственном заводе, последовав нашему примеру, взяв наш устав, поняв, как можно привлекать клиентов, зарегистрировали кооператив, и сейчас якорным заказчикам следует светлое будущее. То есть в этом плане мы сразу же создаем предпосылки для увеличения числа подобных предприятий. Ну, мы занимаемся информационной безопасностью, это анализ защищенности приложений, исходного кода, это персональные данные. Если кому-то из вас потребуются подобные услуги, мы рады будем их вам оказать. В фармацевтике это очень актуально, так что, если будет интерес, будем рады посотрудничать. И немного истории генезиса. Важный акцент. Изначально, когда эта штука создавалась, она создавалась не с позиции собственника, не с позиции генерального директора, не с позиции богатого наследника, который, устав от ножа управления, решил снять с себя операционную нагрузку, а с позиции выгоревшего сотрудника, который работал в системных интеграторах, который устал от столкновения с принципами «я начальник, ты дурак». Презентация будет предоставлена, не везде вместились QR-коды, но вот здесь можно почитать двухчасовую, послушать как подкаст, историю про то, как это было, там пережитые психотравмы, шок в контент при диалоге с руководителями компаний и почему возникла форма кооператива в нашем конкретном случае. И теперь мы переходим к теории. Мы сделаем так же, как Марк Розин, то есть вопросы будут после каждого блока и в конце сколько останется времени мы тоже потратим на вопросы. Итак, давайте немного теории. Когда мы пытаемся каким-то образом представить организацию и выделить в ней различные элементы, мы можем взять такую максимально простую, как система ниппель-модель, в которой у нас есть сотрудник, атом организации, есть подразделение, совокупность сотрудников и есть вся организация с каким-то поведением как целой системы. Ну, дальше понятно, что то, что из себя представляет система, часто определяется самым слабым звеном и способностью этого звена понимать, что он делает и почему он делает. И когда мы говорим о горизонтальных организациях, о самоуправляемых организациях, часто рисуются вот какая-то такая картина, когда есть какие-то круги, отсутствует начальство, люди самоопределяются, самоуправляются, вырабатывают какие-то правила, очень любят рисовать социократы, такие штуки, но самый главный вопрос, как правило, не акцентируется. Как именно выглядят потоки власти и управления, как именно выглядят информационные потоки, как этот организм или если вы технократы, как эта машина устроена изнутри. И если мы копнем еще глубже, это можно не читать. Я просто скопировал, чтобы казалось, что я очень умный, и чтобы вы могли прочитать это потом. Это лучше сейчас не читайте, лучше смотрите картинки, вот справа. Когда мы говорим про самоуправление, мы часто не рефлексируем, что под этим подразумевается. А мы сейчас будем пытаться это четко определить и докрутить понимание. Так вот, если мы открываем классический учебник кибернетики или теории организации, то классическая модель управления подразумевает, что есть какой-то субъект, есть объект. Да, понятно, что когда мы идем в сторону бирюзы, мы человекоцентричны, мы любим наших сотрудников, мы занимаемся с ними психотерапией, но из-под воль все равно вот это остается, что он объект, а я субъект. Я сверху вниз, как Прометей, облагодетельствую его, а вот он такой сепой, медленно реформируется, а давайте мы там придумаем печеньки, а давайте мы придумаем какие-то практики, а давайте мы еще что-то сделаем. А вот собака не хочет самоуправляться, давай-ка мы его там вот так на парковочку поставим или еще что-нибудь сделаем. Но если все-таки говорить про самоуправление, то в идеале субъект и объект управления должен совпадать. И вот как это сделать на самом деле, это достаточно большая и сложно решаемая задача, о которой мы будем говорить. Но прежде чем говорить об этом, надо уйти немного в философию. И здесь мы обратимся к политической теории, к политической философии и поймем два фундаментально разных этических подхода к управлению, которые на самом деле многие самоуправленцы не осознают. Слева первый подход. Когда мы строим свободу внутри колючей проволоки. У нас свобода, у нас самоуправление, но оно спускается в конечном итоге сверху вниз. И в конечном итоге наша задача обеспечить, чтобы организация выполняла KPI во внешней среде и в этом смысле мы делаем просто классическую организацию. Второе. Мы таки строим способную к саморазвитию организацию, а значит она должна стать автономной. Значит в ней в итоге должен появиться этот субъект, который в какой-то момент сможет принимать решение самостоятельно. И это вот то, что вы могли видеть в фильмах про Франкенштейна в зомби, когда там создатель понимает, оно живое, и там я могу ему не нравиться, и оно может меня даже где-то и убить. Это страшно. И два этих подхода выразили два таких разных политических философа. Слева Карл Шмидт, очень популярен у национал-социалистов и неоконсерваторов, до сих пор, про всех времен, и Ханна Орент, популярна у более либеральных, демократичных товарищей. И если кому-то интересно глубже погрузиться в эту историю, очень рекомендую книжку «Управление против власти», где методологи, ученики Щедровицкого, Рац, Котельников, Слепцов очень глубоко проработали эту тему. С исследованиями этих двух разных культур, на примере стран, предприятий. В частности, они рефлексируют разницу между русской моделью управления, шведским опытом и опытом Соединенных Штатов. И это очень глубокое исследование, которое очень хорошо позволяет понять вот эту разницу и ее последствия. И уязвимости, которые возникают в системах левого типа, потому что помним, да, Михаила Афанасьевича Булгакова, что все мы смертны, иногда внезапно смертны. А с точки зрения корпоративного права, например, долг перед кредиторами или перед банком, когда к вам приходят люди, которым вы должны, и говорят, извините, вы не справились, мы начинаем доверительное управление компанией, а вы уходите. И все ваши правила, соглашения и установки идут в трубу, потому что новому управленцу ставятся совершенно другие задачи. И вот, когда мы поняли вот эти две фундаментально разные этические установки, из которых мы сейчас будем исходить, мы, естественно, будем сходить и за рент, и с правой установки, мы задаемся вопросом, а что такое кооперативы. Давайте, пожалуйста, кто-нибудь из зала может сформулировать, что такое кооператив. Особенно люди, пережившие Советский Союз. Есть ли у кого-то какое-то определение готовое? Пожалуйста. Скоординированное сотрудничество. Хорошо. У кого-то есть еще гипотеза? Тоже хорошо. Потребительское общество, да. Потребительское общество или товарищество, которое строит дом, да. Совладение. Совладение. Совладение, да. А еще сюда можно добавить сотворчество, сопредпринимательство, соорганизация, сотрудничество. И еще ключевой момент, ключевой акцент, который можно сделать, это еще коллективное предпринимательство. То есть, начало бизнеса не с позиции «я, Атлант, Прометей, который сейчас вас осчастливит», а с позиции «да, даже если мы сейчас не равны, а даже если среди нас есть некомпетентные, сирые, убогие, там слабые, добавьте, нужно подчеркнуть, мы исходим из позиции, что мы должны попытаться дать людям возможность вырасти и не блокировать их. Потому что это тоже еще одна неочевидная проблема. Мы там дальше будем говорить о Хайоне Адзаке, который, видимо, скоро умрет и больше не снимет своих монтиков. Но вот он пример очень хорошего, очень творческого человека, который вроде бы за экологию, за светлое, доброе и так далее, но студия Дзибли очень авторитарно построена. Хотя изначально он профсоюзный активист, который хотел выстроить самоуправляемую компанию. И это ловушка основателя, когда авторитет гения не дает вырасти другим. И в итоге, он сам об этом говорит, что, скорее всего, когда студия Дзибли, когда он умрет, инвесторы заберут у студии Дзибли деньги, и они закончатся. Об этом есть документальный фильм Never Ending Man 2017 года. Довольно грустная история. Ну вот, давайте, мы задались вопросом, что такое кооперативы, немного поняли. Немного истории и имен, это тоже важно. Я специально показываю разных персонажей, здесь их могло бы быть не три, а 33. И перед нами Роберт Оуэн. Кто не слышал про Роберта Оуэна, поднимите руки. Отлично. Роберт Оуэн сделал первую бирюзовую организацию в 1796 году. Он сын лавочника из достаточно бедной семьи, нуждался, работал с 12 лет. К 20-22 он стал заниматься текстильной промышленностью, а тогда в Англии уже шла индустриальная революция, ее первые фазы. И он обнаружил, что если на заводах рабочих, а он очень быстро стал управленцем, что если на заводах рабочих не заставлять работать с 12-14 часов, если строить им не бараки, да, там в подвальных помещениях, а нормальные дома, если их еще чему-то учить, они внезапно не умирают, работают продуктивнее и в целом не пытаются ножом пырнуть собственников, когда те проходят. Вы понимаете, да, это индустриальная революция, там людей прям насильно согнали на патагонные производства. И дальше Оуэн придумывает несколько идей, там одна его ипостась боролась за 8-часовой рабочий день, другая его ипостась говорила об этическом бизнесе и живых компаниях, и термин «здравый смысл» содержится в его книгах начала 19 века. Ну и, в общем-то, Роберт Оуэн породил две противоположных тенденции в таком вот самоуправляемом движении. Это, с одной стороны, профсоюзы, а с другой стороны, производственные кооперативы. Мы сейчас друг друга, ну, не то, что не любим, но соревнуемся друг с другом, да, потому что, ну, профсоюзники, они больше про то, что вот есть какая-то компания, нас эксплуатируют, давайте справедливость, а кооператоры больше про то, что нет, давайте вместе сделаем бизнес, если мы не способны сделать свой бизнес, какой там профсоюз, мы просто дермоеды, вот, но Оуэн характерен тем, что породил обе этих формы. Вот он, он умер где-то в 40-е и 50-е годы 19 века и ни в чем не раскаялся, сказав, что я просто опередил свое время. Ну, и мы видим из нашего времени, что он действительно опередил свое время. Фридрих Вильгем Райфайзен. Да-да, тот самый Райфайзен, в честь кого назван Райфайзенбанк, это уже человек с аристократическими корнями, который занимался историей про государственное управление, он был мэром в нескольких городах, шел по карьерной лестнице к успеху и в какой-то момент заметил, что банковская система того времени, основанная на сверхвысоком проценте, никак не привязанная к локальным сообществам склонна эксплуатировать процентные ставки и не то, чтобы развивать местные общины, местные производства, а выкачивать из них деньги. И он придумал кредитные кооперативы, которые в итоге, правда, выразились в международную финансовую банковскую группу, но идея была благая и при жизни Райфайзена он сделал много хорошего. И последний человек, скажу о нем коротко, но это один из самых известных в мире русских кооператоров Александр Чьянов, который выходец из купечества и активно занимался развитием крестьянской кооперации. И, собственно, до революции Россия была в топ-3 стран по уровню развития кооперативов. Мы были одним из лидеров, а наши теоретики Чьянов, Туган-Барановский и Кандратьев, который известен по длинным циклам в экономике, они были кооператорами, которые всем очень нравились. И здесь еще последняя теоретическая рамка, и мы пойдем к следующему блоку, это типы кооперативов. Это тоже важно понимать на берегу, что мы можем кооперировать предпринимателей, правда, там кооперативы возникают второго уровня, да, вот там мы посидели, поговорили, кто-то такой говорит, может быть, так, но это, конечно, круто, но своей фирме я не готов, но я бы хотел сделать кооператив второго уровня, например, чтобы строить школы какие-то для детей или заниматься там формированием каких-то общаков, чтобы по более разумному проценту реинвестировать кассовые разрывы и наполнять оборотку, а может быть, еще что-то придумаем. Это вот кооперация предпринимателей. Когда предприниматели создают структуры второго уровня, не ориентированные на извлечение прибыли, а ориентированные на какую-то инфраструктурную полезность. Там они не зарабатывают, там они помогают друг другу. А есть кооперация наемных сотрудников, которая идет от фактора труда, и, соответственно, там люди оптимизируют благополучие на работе и создают структуры, которые контролируют они, а не собственники бизнеса, а не какие-то непонятные инвесторы, которые сегодня есть, завтра нет, вывели свои капиталы и все кекнулось. И здесь фундаментальные труды. Лучше Емельянова, хоть книжка старая, 42-го года, на мой взгляд, про кооперацию предпринимателей никто не писал, а про кооперацию наемных сотрудников последний, самый классный труд – это Грегори Доу, 2018 год. Человек 40 лет это исследовал. Там есть и факты, и математический аппарат, и детальные исследования существующих и существовавших производственных кооперативов. Ну и собственно ключевые его выводы очень просты. А. Производственные кооперативы возможны. Б. У них есть неоспоримые конкурентные преимущества. В. Из-за того, что нет понятных методик их создания, это все еще хождение над бездной и все еще такая вот темная магия, но у которой есть определенные перспективы, особенно в условиях общественных вызовов и кризисов, которые возникают в тех или иных обществах. Потому что как только возникают такие кризисы, люди начинают искать какие-то альтернативы, и вот они там чудесные кооперативы. В этом смысле эволюционно это как вот, не знаю, были динозавры, там гигантские существа, они десятки миллионов лет правили планетой, а потом начала расти трава. На этой траве начали развиваться какие-то крысики, грызуны, которые питались этой травой. Потом появились крысики, которые ели этих маленьких крысиков. И так возникли млекопитающие, которые начали есть яйца динозавров, и когда метеорит падал и экосистема менялась, оказалось, что эти млекопитающие организованы более эффективным, разумным и правильным образом. И сейчас динозавры дожили на нас в лице коркодилов, каких-то рептилий, но они уже не являются доминирующим видом. В этом смысле я верю в многоукладность и в соревнования разных форм организации и полностью солидарен с Розином. И прежде чем мы перейдем к практической части, я готов ответить на три вопросы, если они есть. Теоретическая часть, видимо. Да. Да, да, да. Мы об этом чуть позже поговорим. Это просто иллюстрация. И пока мы не дойдем до практики, это не стоит воспринимать как что-то серьезное. Это я просто показываю, что круги можно нарисовать совершенно произвольно. Смотри, об этом я могу отдельно рассказать, если коротко, как это выглядело. У меня была психотравма. Я много лет работал на фрилансе. Мы обрастали коллегами, другими фрилансерами. И в какой-то момент моё я превратилось в группу людей, с которыми мы постоянно работали вместе. И когда встал вопрос о создании юрлица и запустилась рефлексия, как его делать, я выступил инициатором того, что это не должно быть ООО. Потому что если мы сделаем обычного системного интегратора, мы придадим свои идеалы и ценности. Мы фактически окажемся по отношению к части сотрудников, которые к нам придут, в той же роли, которая вынудила нас уходить на фриланс. И, соответственно, дальше наша модель полностью построена на том, что вот эта первая инициатива, первое осознание вот этой несправедливости и альтернативной формы начало расширяться с меня на N людей. Сейчас я думаю, что людей, которые действительно в это верят, из человек 50, которые с нами работают, человек 10. Кто симпатизирует этому? Ну, ещё там человек 15-20. И, соответственно, здесь вот эти проценты, ну, они существуют, существуют с стратификацией, мы об этом поговорим. Я советую умные книжки, умные модели. И это ещё одна из сложностей, которую подробно описывает ДОУ. ДОУ, 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 он будет чуть дальше. Ну, вот здесь ДОУ. Что у нас есть проблема, с одной стороны, в волонтаризме собственников, да, которые заставляют нас думать о производственных оперативах, но с другой стороны, есть волонтаризм работников. И кто был в каком-нибудь регионе, на производстве, ездил в автобусе, ну, наверное, там, или там общался с сотрудниками ритейла, ну, наверное, слышал, да, что люди говорят, а я там наворовал, а я там ничего не делал неделю, получал зарплату. Это правда, люди не пушистые. И в этом смысле проблема есть и сверху, и снизу. И поэтому при создании такой формы вам как минимум на какое-то время придётся сохранить режим такой ограниченной диктатуры. Но эта диктатура должна рефлексировать себя как диктатуру. И она должна себя в какой-то момент отменить. Я уже не стал перегружать эту презентацию деталями, но есть опять-таки политические модели типа Чарльза Тилле, которые исследуют возникновение открытых и демократичных обществ. Потому что, ну, все государства там в античности, в средние века, они, как правило, начинались по модели стационарного бандита. Когда кочевники, войны приходили на территорию, захватывали власть, порабощенные оказывались рабами, воины оказывались свободными гражданами. И даже там Афина и Древняя Греция возникла именно из этой модели. Но дальше в каких-то обществах прорастала идея того, что люди равноценны, и что мы должны создать систему, которая позволяет достойным занимать достойные роли. И что в целом дизайн общества должен состоять не из жестко изолированных сословий, как в подводной лодке, а из системы, которая все-таки ориентирована на доращивание людей, на развитие их духовности, интеллекта, квалификации. И в этом смысле, ну, христианская революция и вот христианизация античного мира, она во многом строится, строилась на том, что изначально христианские общины предложили модель, которая поразила как представителей элит, так и угнетенные низы. Потому что, ну, христианская мораль, христианская этика, она и строится на необходимости в возвышении всех, в любви всех. Но, в общем-то, опять 2000 лет, да, видимо, Иисус сильно опередил свое время. Вот. Но меня очень сильно тишает здесь один простой факт, что если вы, например, знаете, сколько люди додумывались писать в алфавитном порядке, изобретали алфавит, кто знает, сколько лет потребовалось изобрести алфавит? Поднимите руку. 800. 800 лет люди придумывали алфавитный порядок. Лет 500 они додумывались до пробелов. Ну, как бы, ну. Да, туда лучше не будем лезть. Да. У вас в кооперативе все-таки появляются институты и механизмы, которые позволяют апеллировать не только к понятиям, да, как в этих, как это называется, пацаны вот сейчас был, чешпаны. Да, вот этот сериал, слово пацана, да, да, Жора Крыжовникова. Вот. У вас возникают институты, которые еще при этом могут масштабироваться, а не так, что вот 10 самозанятых, вот мы друг другу доверяем, а пришел Семен, а мы ему уже не доверяем, а Семен чешпан, и нет никаких механик, чтобы как бы как-то Семена все-таки вести в пайщике. Вот. Практика, давайте пойдем дальше. Практика заключается в следующем. Есть подходы разные, я буду говорить опять о своих любимых кооперативах, ну, есть сумеречный стюард ownership, он очень плохо определен, вот, но там идея примерно та же, что компания должна принадлежать своим сотрудникам, но из-за туманности реализации это может быть все равно режим доброго, такого абсолютного монарха, но просвещенного, типа Екатерины, которая могла бы убить, но вот во Францию посылает учиться. Производственные кооперативы, производственные кооперативы в этом плане, ну, самая такая, на мой взгляд, чистая форма. Есть еще народные предприятия в Америке, они называются ЕСОП, это тема про то, что добровольно-принудительно акционирование предприятия осуществляется в интересах рабочих. То есть в первую очередь акции получают рабочие. Но кто сталкивался, собственно, с акционерными обществами, понимает, что у акционерных обществ есть проблемы, куча уязвимостей, которые могут препятствовать управлению миноритарными акционерами предприятия. Есть, вот, собственно, о чем Евгений спросил, есть информальные группы без создания юридических лиц. Информальные группы – это терминология Кожариного, Кордонского и Шубина, такие исследователи так называемой социотехники. И это вот, когда люди по понятиям договариваются. По существу это что-то типа кооператива, но мне это не нравится, потому что за этим нет институтов. А я все-таки ближе к тому, чтобы выстроить историю, которая будет переживать в любом случае людей. И то, что не лежит на каких-то законах, на каких-то правилах, где невозможно апеллировать какой-то третьей инстанции типа арбитражного суда или общества, оно все-таки может исчезнуть. И я пишу многие другие, предполагая, что чего-то могу не знать, и я точно уверен, что сюда вошли не все типы. Ну и конкретные примеры в Российской Федерации, потому что иногда меня спрашивают, вот ты говоришь о кооперативах, а даже закон нет. Да есть они. 41-й федеральный закон – производственные кооперативы или артели. Причем, да, производственные. Но это не значит, что мы там делаем какие-то балланки. Это значит, что мы занимаемся хозяйственной деятельностью, как коммерческое предприятие. У нас даже лицензия Федеральной службы по техническому экспортному контролю есть. Мы можем получить лицензию ФСБ, но у нас деятельность лицензируется. То есть мы полноценное юрлицо. Есть 115-й ФСЗ, не путаясь с законодательством о противодействии терроризма и отмыванию денежных средств, под этим же номером есть форма народного предприятия. Это аналог ИСОПа. Да. Я тоже удивился, когда номер увидел. И есть вот как раз хитрые схемы с использованием фондов, опционов, корпоративных договоров, товарищей. Но это уже очень сложная магия, в которой вам не обойтись без юристов. Нативная реклама, такс-коуч. На самом деле мы так у них и не купили услугу, потому что тогда были бедные, но ходили на их курсы и ребята произвели очень серьезные впечатления. Ярослав кажется очень сильным юристом и они используют форму производственных кооперативов уже больше 10 лет. Спойлер, это никак не поможет оптимизировать налоги, но, например, они это применяют в семейном бизнесе, в котором нужно с одной стороны удовлетворить интересы наследников, а с другой стороны интересы сотрудников. И они в производственный кооператив могут упаковать головную компанию и, собственно, обеспечить и интересы основателя, и интересы трудового коллектива, в котором выросли реальные менеджеры, реальные управленцы. И было бы странно, если бы наследник пришел и сказал, что шпаны, я тут теперь главный. А вот у них там производственный кооператив. Есть еще схемы с выводом производственных кооперативов программистов, продажников, еще кого-то. И в этом смысле, да, вот кому-то может эта идея сейчас вдохновиться, да, но он такой, блин, а у меня завод, там 5000 сотрудников, какой там кооператив, все там разворуют, разъербанят. Вы можете сделать кооператив сбоку и начать эксперимент на ограниченном масштабе. Ну и важнейшие элементы на примере 41 ФЗ должны быть механизмы включения и исключения из пайщиков. То есть, если этого нет, если вы не реализуете рано или поздно историю про ротацию людей, вы вряд ли можете называться полноценным кооперативом. Ну, может быть, ну, и понятно, есть и такие кооперативы, которые не про всех, вот, но хорошие кооперативы, они про все-таки общественно полезную историю и про расширение числа пайщиков. Дальше принцип один пайщик, один голос. Понятно, что там может прикручиваться и социократический консент, но здесь важно, что в отличие от акционерного общества или ООО, не размер установок капитала определяет качество твоего решения, а другая история. Дальше. Наличие механизма неделимого фонда. Это очень важно. Я вот сейчас расскажу тоже травмирующую историю. Я сам родом из Наукограда, Обнинска. И Обнинск, так получилось, был закрытой частью советского атомного проекта, где занимались развитием собственно атомной электроэнергетики, там первая атомная станция в мире построена. И у нас был клон Дубна, построенный для уже международного сотрудничества, симметрично с Обнинском, на севере Московской области. Такой же город, но в отличие от закрытого Обнинска, где все контролировал закрытый физико-энергетический институт, в Дубне все контролировал международный институт объединенных ядерных исследований, существующий до сих пор. Этот институт был по сути кооперативом, советом, куда входили вьетнамцы, поляки, там финны, и структура до сих пор так сохранилась. Понятно, что после начала своего кто-то вышел. Но пользуясь этим, директор Объединенного института ядерных исследований в 93-94 году, когда было переподписание международного договора, Кадышевский, кажется, его звали, взял и включил в этот договор историю, что все территории институтов, недвижимость, земли, весь город находятся под контролем Совета Объединенных ядерных исследований международного. И этот Совет заключает столетний договор с Российской Федерацией. В результате земли, недвижимость, территории, активы нельзя использовать никак, кроме как по прямому назначению для ядерных исследований. И когда вы приедете в Дубну и пройдете по историческому центру города, вы можете поехать в Обнинск и пройтись там. В Обнинске вы увидите отчекрыженные территории институтов, где построены бордели, торговые центры, высотные здания недвижимости. В Дубне вы увидите сохранившуюся архитектуру, людей, которые реально занимаются наукой и сохранившиеся для своего исходного предназначения активы. Два одинакового города брата, но одного погубила закрытость. Другого спас Совет, кооперативность и контроль большого количества субъектов. Потому что даже если условно пять стран договорятся, какой-нибудь вид нам скажут, о одном-то что. Мы ядерными исследованиями занимаемся, блокируем. В этом смысле вот этот неделимый фонд и общие активы создают общую судьбу. И хорошие кооперативы, или относительно хорошие, типа мандрагонской группы, они возникают из вот такого гравитационного ядра. Если его получается создать, вы можете гарантировать воспроизводство кооператива десятилетиями и столетиями. И это, конечно, тоже кому-то может не нравиться, потому что, по сути, вы создаете привязку людей вот этой консолидированной ценностью. Но, извините, если мы на берегу договорились, что мы занимаемся ядерными исследованиями, я бы не хотел, чтобы вы продали кусок института и уехали на ГУА. Мы как бы изначально договорились о другом. Ну и механизмы ревизионной комиссии контроля деятельности, выборности руководящих органов и невозможность изменять состав учредителей без согласия общего собрания. Это тоже очень интересная механика, потому что кооператив одна из уникальных форм, где, например, даже если кто-то из пайщиков проштрафился перед своими собственными кредиторами или захотел продать свою долю, он может как бы попросить вознаграждение за свою долю, но в пайщике кредитора не пустят по закону. Нельзя стать пайщиком, нельзя стать соучредителем без решения общего собрания. И индивидуальные долги, индивидуальные косяки участников, они никак не влияют на кооператив и его активы. И точно так же из неделимого фонда нельзя ничего вынести своим решением или как дивиденды, только общее собрание. И это прям супер, это меня вдохновляет. Ну и как выглядит, собственно, структура этой истории. Если мы пытаемся как-то это прорисовать, то вот у нас существует совет кооператива, который формируется из пайщиков и председателя, из представителей кругов, которые могут не быть пайщиками, могут быть кандидатами в пайщики, могут быть просто активными сотрудниками, которых пустили в совет и дали им право голоса, но юридических интересов в данный момент времени не защищены. И получается история про то, что люди в своих кругах могут прийти в круг на работу как просто наемные сотрудники или фрилансеры, затем дорасти. Это может быть формализовано, там через N месяцев они могут дорасти до полноценного активиста с правом голоса и активной жизненной позиции внутри своего круга. Потом, через какое-то время, еще через год, они могут начать претендовать на лидерство в своем кругу, стать тем лидом, руководителем подразделения или его заместителем. Из числа этих людей уже можно попасть в совет кооператива. А находясь в совете кооператива, можно, собственно, выдвинуться на кандидат в пайщики и пройти на выборы в пайщики и войти в пайщики. Важно, что вход и выход из пайщиков должен быть открыт. Руководители пайщика – это не тот человек, который просто сел и сидит и ничего не делает, это человек, который является гарантом этой системы. И, соответственно, там могут, наверное, оставаться какие-то почетные люди, ветераны, которые это создали. Но одна из проблем, и есть даже книжка «Железный закон олигархии», в России что-то аналогичное написал Хазин Михаил в «Лестнице в небо», что социальные системы склонны вырождаться к олигархии. С этим можно и нужно бороться, об этом я скажу пару слов в перспективе, потому что на уровне одной отдельно взятой фирмы без экосистемы и без возможности обратиться к какому-то сообществу, рано или поздно закрытая система практически всегда скатится в тиранию и алигархию. Это понимали еще Аристотель и Платон. Ну и о чем нельзя забывать, здесь справа как раз Хаяо Миядзаки чудесная сцена. Вот тут наверху не видно, но по-японски написано что-то вроде «Кто последует моему примеру, умрет». Это цитата мастеров боевых искусств, которая говорит о том, что нельзя слепо копировать поведение своего учителя и необходимо включить в какой-то момент осознание и понимание того, что любые слова, любая истина, любой алгоритм – ложь. И ситуация может быть сложной, разной. Вот чтобы вот этого осознавать, понимать, важно помнить о трех штуках, на мой взгляд, полезных. Можно было бы использовать и другие модели. Это модели, которые я знаю. И ФС – это Internal Family Standard, семейство внутренних стандартов, практика психотерапии, которая показывает, что личность человека состоит из суп-личностей, как бы разные голоса в голове каждого. А вот я хочу денег, говорит один мотив, а другой мотив говорит, я хочу служить людям, а третий мотив говорит, а я маленький котик или баклажан. И суперпозиция направляет человека куда-то. Вот и ФС учит тому, как с этим можно работать на уровне группы и на уровне личности и объясняет, а почему вот один человек все время смотрит в сторону того, чтобы своровать, другой готов без зарплат просто героически погибнуть на производстве, а третий вот где-то лежит, как баклажан и ничего не делает. Вторая история – это стратификационная теория Джекса. По сути, это сегрегация людей по уровню интеллекта и способности принимать сложные решения, довольно хорошо фундированные, позволяет измерять уровень мышления людей и, собственно, четко рефлексировать, почему один человек может быть гендиректором, а другой с трудом справляется с ролью рабочего на производстве. Но пафос Джекса в том, что он показывает, что люди возрастают, а если их специальным образом обучать, они могут возрастать быстрее. А если не давать им жестких границ, собственно, и давать им пробовать себя в более высоких ролях, они в итоге вырастут. Чего с ними не произойдет, если этого не делать. Ну и социократия, почему она здесь? Ну потому что это просто такой набор ассортимента разных паттернов, разных практик, которые позволяют выстраивать коммуникацию, управление, принятие решения в любых компаниях. И понятно, что сама по себе все вот эти штуки не работают. Их нужно целенаправленно внедрять. Желательно с хорошими консультантами или советуюсь с более опытными товарищами, которые уже прошли какой-то путь. Потому что первое ощущение у вас, если вы это все попробуете, будет, ну не знаю, как там у первоклассника, который пришел на мехмат МГУ, и ему там рассказывают, а это же просто тензоры, давай что-нибудь сделаем с ними. Еще раз давайте зафиксируем в голове некоторые важные акценты. Есть такая теорема Томаса, названная в честь мужа, но на самом деле придумала жена. Поэтому теорема Томаса. Просто мы должны об этом сказать, чтобы история не забыла это. Так вот, первая установка – собственник как соорганизатор. Как соорганизатор – это важно. Потому что вы сразу ставите себя не в положении Атланта, который вот этих чушпанов благодетельствует, а в положении человека, который выступает в роли, может быть учителя, но хороший учитель – это тот, ученики которого обрели самостоятельность и превзошли его. Это принципиально две разные установки. Вспоминаем Шмидта и Орен. Вторая установка – предприниматель как коллективист. Понтеринтуитивно. Тут спасибо большевикам, которые жестко вот так фрагментировали наше представление. Я сам к ним отношусь сложно. Но смысл в том, что у нас предприниматели ассоциируются с некой одинокой сильной фигурой. И разные писатели типа Анны. Господи, я Ханну Арен с Айн Рент перепутал. Айн Рент, да. Источник. Атлант расправил плечи. Она рисует мощных, сильных таких предпринимателей, которым мешают эти проклятые социалисты, как в ЧПДЛе или в каких-то таких мультиках. Но на самом деле предприниматели могут быть коллективистами. И тот же Иван Емельянов, рассказывая о русском купечестве или о русских кооператорах, кооперативных предпринимателей, показывает, что предпринимательство может быть коллективным. И на самом деле в России спустя 30 диких лет уже формируется такой запрос, уже появляются разные бизнес-клубы, уже возникают модели, когда люди охотно берут долю своих сотрудников. Особенно это, конечно, характерно для регионов, где люди работают на земле, у них относительно небольшие бизнесы, они чаще выгорают, чаще страдают от перегрузки и охотнее этим делятся. Понятно, что там в Москве, да, там и в таких городах, такой модели бизнеса сильно меньше. Ну, в силу генезиса крупных компаний и в силу того, что там люди не привязаны к этике, к морали, к какому-то сообществу, они могут вообще не жить в России. Люди, принимающие решения. Ну и ключевые проблемы, еще раз рефлексируем, волюнтаризм людей, причем работников тоже, не только собственники злые, работники сами злые, сильно буратины. Отсутствие квалификации проработанных моделей и нехватка среды институтов, ориентированных на подобный формат. То есть это пока авангард, это социальное творчество, это сложно. Книжка Грегори Доу, рекомендую всем, кого заинтересовал именно производственный кооператив почитать. Самое фундаментальное, что вообще сейчас есть в мире. Доу, написав эту книгу, сказал, все, тема закрыта, практики вперед, и, по-моему, сейчас он занимается исследованием античности. То есть как бы все. Он уже пенсионер, ему лет 70, то есть он уже не успеет провести какую-то еще серьезную работу. Да, на русский тоже обидно, но все вот эти крутые книги на русский не переведены. Для нас это тайное знание. Вот, поэтому я занимаюсь популяризацией. Ну и защита с организаторами, да, все же. А как можно защитить людей, которые грохнули свое здоровье, нервы, силы, да, подденкиходствовав? У вас может быть схема через выпу паевого взноса. В Роткопе она сейчас применена. У меня 98% паевого взноса. Через аренду товарного знака. Но это можно взломать, со временем поменяв товарный знак. В консалтинге, например, которым мы занимаемся, это сделать все равно сложно, бренд очень ценен. Но, тем не менее, тоже можно через аренду товарного знака. Через пожизненные выплаты придумывать какой-то корпоративный договор, который платит почетную пенсию людям, которые ветераны. И через создание классической компании, интегрированной в кооперативы с контролем части активов. У нас в Роткопе сейчас все эти практики исследуются. То есть, ну, наша задача стать вот таким инкубационным проектом, который протестирует все механизмы и как раз закроет то, о чем пишет Грегори Доу. Об этом в перспективах я чуть тоже более подробно проговорю. Ну, еще раз смотрим и медитируем на модель. И я ее быстро переключаю на QR-код. Если вы еще не скопировали, не подписались на Телеграм, но вам стало интереснее обменяться контактами, вы можете сейчас это сделать. Вопросы, да? Сейчас будет еще много. У меня про интеранте, по жизни не будет, то есть тоже может удобно остановиться. Как все ограничено на том числе? Надо об этом подумать. То есть, даже так, надо это попрактиковать и посмотреть, как это будет. Но я сейчас скажу наш подход. Почему я не считаю, что это проблема в ближайшие 15-20 лет? Я сейчас расскажу в перспективах. Еще вопросы. Так, QR-коды все скопировали? Нет, там лучше использовать механики типа консента. У нас лютая смесь. Во-первых, смотри, совет у нас сейчас только формализуется, потому что мы только в прошлом году дошли до... Ну, давай так, сейчас просто цифры расскажу, чтобы было понимание. В 21-м году, в середине 21-го года у нас было 10 человек, которые вот как раз работали как самозанятые и очень аморфная структура. В середине 21-го года принято решение делать кооператив. В ноябре 21-го года мы проводим первую конференцию КаупДейс, это такой наш фингтэнк, куда приглашаем экспертов, юристов, бухгалтеров, активистов. Потом мы проводим еще и пять конференций. У нас есть идиозная конференция, просто сейчас на ней скажу, но она просто такая сильно уже, скажем так, на определенных позициях. Она называется «Цифровой социализм». Там она работает на такую аудиторию просоветскую, но тоже важная, потому что в этом плане, к сожалению, наша аудитория сегментирована. То есть есть одна часть, которая такая условно-левая, совет, возродим, другая часть предпринимателей, коллективность, бизнес-клубы, а давайте помогать друг другу, давайте делать бизнес со смыслом. А мы как такие полувампиры, вроде как бы и вампиры в смысле предпринимателей, капиталисты для социалистов, а для предпринимателей и бизнесменов какие-то непонятные кооператоры, которые отнять и поделить. Это всегда очень сложный жанр, но самый интересный. Так вот, отвечай на вопрос. В середине 2021 года нас было 10 фрилансеров. В середине 2022 года мы сделали, собственно, юрформу. В эту юрформу мы включили пайщиками только шестерых человек. И до сих пор так. Выборы мы пока не проводили. Это история, которая должна пройти ближайшие 1-2 года. Почему так? Потому что некоторые не хотят светиться в игрюле. Это ответственность. В нашей профессии, в информационной безопасности, если ты засвечен в игрюле, тебя не возьмут там Сбер какой-нибудь. Что? В игрюле. Ну, если ты в налоговое, засвечен как предприниматель. Ты потенциальный инсайдер, враг для корпоративных служб безопасности. Ты слишком вышел за рамки. Дальше. Всегда есть люди, которые больше работали и которые меньше. И ты можешь взять пайщики тех, кому ты доверяешь, но ты не можешь взять тех, кто, возможно, завтра. Ах, я пайщик, красная кнопка. Вспомним там про Эллиота Джекса и уровни вот этих интеллекта. И про этику вспомним. В итоге, в 22-м году мы, как вот уже такая структура, заработали 20 миллионов рублей на 10 человек полностью занятых. В 23-м у нас 53 миллиона и всего 15 человек. В этом году мы хотим выйти за рамки 100 миллионов. Но ты пойми, что мы сейчас только строимся и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения этой культуры, и мы пилотируем ее форму, которую почти никто не пилотирует. Поэтому не все сразу. Но в итоге ничто не мешает количеству пайщиков переваливать много десятков, может быть, сотен людей, как в том же Мандрагоне. И я тоже дальше об этом расскажу, что уже сейчас есть инструменты автоматизации принятия решений. Еще вопросы? Я понял. Проводеформация точно сильно повлияла, потому что, когда я инициировал это обсуждение, одна составляющая, но она была этическая. Я там всегда любил братьев Стругацких, Ивана Ефремова. По-прежнему верю в творческого человека, в то, что надо развивать людей, а не угнетать. Да, я вижу, пять минут. Так, ну смотрите, я засекал время. Я всего 46 минут съел. И 55 секунд. Ну, в общем, хорошо. Хорошо. Значит, соответственно, помимо вот этой этической составляющей, безусловно, была компонент именно информационного безопасника, потому что я подумал, если мы не защищаем интересы трудового коллектива в самоуправлении, то какое же это самоуправление, если в конечном итоге красная кнопка у одного. И просто там, зная теорию игр и какие-то такие модели, и понимая, там, я, допустим, люблю русскую историю, да, и мы знаем, вот там Екатерина Великая, добрая царица, да, но вот она была доброй в первом периоде своего правления, а там Емельяна Пугачева накол посадила. А после нее был Павел Первый, да, который вообще как бы хотел все реформировать на прусский манер. Вот, Александр Первый, да, вот добрый в первой половине, а после войны что-то он как-то, да, какие-то подкрутил. Вот, поэтому вот с этих позиций хотелось бай-дизайн сделать безопасно. И, на мой взгляд, вот подобные формы – это единственное, что делает фундаментально безопасным самоуправление. Вот. Да. Нет, нет, скинь, к сожалению, нет. Хорошо. И давайте к перспективам перейдем. Так, секундочку. Рюки превращаются. Перспектива. Без утопии, без образа будущего, без вот такого евангелического заряда, да, как вы сами понимаете, я на самом деле не евангелист. Я вот скорее, как и Марк Розин, консультант, который смотрит на это как на шахматную партию, в которой действительно есть задача построить самоуправление и повысить уровень части людей, сделать их более сильными, развитыми и так далее. Но это именно шахматная партия. И в этой шахматной партии утопия и понимание образа будущего, к которому мы идем, тоже важно. Ну, во-первых, даже на уровне федерального закона 41 есть механика ассоциации кооперативов. И в целом вам ничто не мешает делать не ассоциации, а товарищество, неформально договариваться, делать конференции. Вы должны сразу же стремиться создавать структуры второго уровня, чтобы масштабировать этот опыт, потому что любая замкнутая система, да, вспомним афинскую демократию, да, ну, она может выродиться в олигархию, потому что, ну, а некому апеллировать вовне. В самоуправлении, да, в идеале субъект и объект совпадают, но все равно должна существовать над система, которая вытягивает это в сторону вечного. Есть примеры подобных структур. Я сам удивился, когда с ними столкнулся. Вот 17 февраля еду в гости в очередной раз. Это Гордарика. Там наш товарищ Юрий Борисович Мариничев, предприниматель из 90-х, занимался обувным бизнесом, оборотка, там, типа, миллиард рублей в месяц, там, еще в 94-95 году, вот, ну, в нынешних цифрах, вот. В общем, они начали делать кооперативы, столкнувшись с тем, что из-за волатильности доллара, из-за проблем с поставками, у них возникают и кассовые разрывы, и сложно закупать сырье для производства обуви, и они стали делать кооперативы, и они существуют больше 20 лет. Вот прям экосистема кооперативов с кооперативами второго уровня. Их опыт очень интересен. Есть концептуально-футурологические рамки, то есть есть уже разработаны идеологии, спасибо политической философии за это, есть дистрибутизм, это доктрина католической церкви, внезапно официальная доктрина Папы Римского, она очень кооперативная. Она говорит о том, что предприниматели должны равномерно распределять капитал, они должны помогать рабочим стать предпринимателями, труд и капитал должны быть примирены. У этого есть умное слово дистрибутизм. Кстати, Гилберт Ки Честертон, это такой учитель популярного в России Клайва Льюиса в хронике Нарнии, он был как раз популяризатором дистрибутизма. Есть мрачно называющаяся, но на самом деле дружелюбная форма синдикализма, это еще одна философия, когда создаются рабочие синдикаты, такой анархизм, децентрализованные системы, федерации. Есть муниципализм, то же самое, но только с упором на локальные сообщества, ТСЖ, общины, эко-поселения и тысячи их на самом деле. Вот здесь в презентации, кто захочет, прям классификация этих доктрин, можно брать любую, выходить из этих конференций из роли консультанта, поднимать какой-нибудь флаг, зеленый, красный, фиолетовый, черный, желто-белый. Вот, видите, конкретные действия. Что же конкретно мы делаем, чтобы реализовать этот образ будущего прямо сейчас? Здесь фотография нашей сумеречной сходки кооператоров, вот здесь даже я сижу, задумчиво обсуждаем, как спасти мир. Вот, и это кооператоры в капюшонах, все как полагается. Но обратите внимание, под медведем, под медведем, то есть как бы повестка соблюдена. Ноябрь 23-го, 4-е ноября. Все учтено. Да, мы же как бы в культуре синтеза стремимся жить. Вот, синтезируем. Консолидация первоначальных ресурсов, опыта и связи для последующего развития идей. И, собственно, поэтому мы здесь с товарищами, нас здесь шестеро, потому что, ну, аудитория не вполне наша, да, и это видно по количеству людей, пришедших на это мероприятие, но мы протягиваем свою паутину достаточно широко. Дальше проработка методологии экстремального самоуправления, когда как раз группа фрилансеров или там индивидуальных предпринимателей может просто взять и сначала начать строить самоуправление. Не вот так, что я 8-10 лет делал бизнес, у меня оборот 500 миллионов, я выиграл, хочу самоуправление. Нет, можно сделать с первого шага. И третье, создание экосистемы самоуправляемых организаций, чтобы обеспечить наличие внешних субъектов, которые будут оказывать и моральное, и финансовое, и институциональное давление на отдельные юниты. Если кто-то выйдет из этой экосистемы, это должно стоить ему достаточно дорого. Ну, в том смысле, что он испытает нравственные страдания от товарищей кооператоров, которые скажут, ты больше не с нами, чушпан. Вот, извините. И он лишится доступа к определенным активам, в том числе нематериальным, которые дает экосистема. Это тоже важно. И надо понимать, что в России сейчас есть, например, опыт кооператоров в ритейле региональных, когда они, конкурируя с Леруа Мерленами, там, Икспятами и так далее, создают кооперативы предпринимателей в ритейле, и они просто делились опытом, что вот они там приходят, там 50 региональных ритейлеров, и рассказывают про кооперативы. Но это потребует 5-10 лет идти в этой стратегии и развивать систему второго уровня. И как бы договориться и держаться, да, как фаланга или там как легион. Ну, грубо говоря, 3 пятых сразу говорят нет, потому что я не знаю, что будет через полгода. Может быть, я захочу окэшиться, может быть, я захочу там еще что-то сделать. А кооперация, она накладывает рамки. Ну, это, да, конкретные акценты. Это выбор тех областей, отраслей людей, с которыми и в которых можно это строить. Вряд ли это можно прямо сейчас построить с работягами на каком-нибудь региональном производстве. Это почти наверняка можно построить в сложном консалтинге довольно легко. Изучение современных инструментов принятия решения. Здесь схема из программы 3D-доверия. Опять-таки ее делает Гардарико. Это, по сути, что-то вроде социального рейтинга, но параметры этого рейтинга и правила, по которым функционирует система, формируются общим собранием. А дальше происходит, собственно, изучение того, кто с кем взаимодействует, кто каким ценностям соответствует. Идет профилирование людей. И, например, на выборах в совет или в тем леда пора человека поднимают все подноготно. Так, 5 лет назад ты нагрубил коту. Какой же ты будешь там, не знаю, председатель кооператива? Не будешь ли ты нам грубить? Это такая вот прозрачность, которая, на мой взгляд, при некоторых ее минусах фундаментально очень безопасна. И она хороша, потому что это не соцрейтинг сверху вниз, а коллектив дорожший до необходимости выработки более взвешенных решений создает систему, которая не доминирует над ним, но используется как экспертная консалтинговая система при выработке решений. Да, и осознание возможных фундаментальных границ системы на берегу. То есть я ни в коем случае не говорю, что завтра все будут кооперативами, вы уже поняли, что это невозможно в силу ряда причин. И вот идеальный мир как табуретка. Вот одна ножка, пусть будет обычный частный бизнес, неважно, как он себя называет, но с контролем с собственниками. Другая ножка – это госструктуры, это вот какие-то институты. А третья ножка – это кооперативы. Это вещи, которые принадлежат трудовым коллективам и в этом смысле дополняют этот планшафт альтернативной модели. Ну и рефлексии и вывода. Кооперативные формы вряд ли изменят мир в моменте. Мы не обещаем, что завтра все станет совершенно по-другому. И они не претендуют на универсальное лечение всех проблем. Форма уже сейчас позволяет выходить за рамки и идти еще дальше. В самоуправление. Причем она может быть имплементирована как в существующих компаниях, так и на берегу. И она может внедряться только частично, не для всех, а для какой-то группы. Но тем не менее, на мой взгляд, это будет прогресс. И на мой взгляд, вот это уже реальная бирюза. Потому что тут защищены и юридические интересы. И тут есть понятные, выработанные за 200 лет механики, как это работает. И как и самоуправление в целом, как и любое социальное инноваторство, кооперативная форма более трудозатратна. Она энергетически трудозатратна. Это вот просто надо понимать, что сейчас это просто будет сложнее делать. Но дорогу оселит идущий. Да, вспомним Фридриха нашего Ницше и канат, натянутый над бездной, где одинаково важен и разум, и сердце, а впереди нас только путь. Спасибо. И здесь QR-код, по которому уже мой личный блог, на базе которого формируется think tank, такой закрытый. Там есть символическая монетизация, что-то типа полутора тысяч в месяц, чтобы отсекать сумасшедших. И тех, кто просто... Просто свой аккаунт. А, ну значит, хорошо. Ну в общем, там у меня в профиле есть еще личный блог, где выложены наши уставы, выложены механизмы, по которым мы живем, работаем. Вот, в общем, можно писать в Telegram, можно заходить в профиль, подписываться на Boosty, и я буду рад ответить на вопросы, если они еще остались. У нас есть еще две минуты. Одна минута пятьдесят секунд. У меня есть вопрос. Да. Вот, когда я говорю про форму, там, все и другие, и все по стране. Я знаю все эти штуки, там, не забавно, там, с архитектургической организации не держать в себе. Вот. Там есть формы и через НКО какие-то. Ну да, посмотри, то есть тут, кто слишком приучился, это про то, что поищи комплименты. То есть формы, когда людям не учат. Я знаю, что общее, это говорит, жить на всем, кто в ней. Да. А есть тема, когда люди там, как будут, но люди там, сами себе думают. Те, кто там внутри, там это разные вопросы. Говорят, вот, когда людям, всем, кто в ней. Тут видишь, в чем дело, вот эти формы, чем они могут быть уязвимы, когда вообще никому конкретно не принадлежит. Да. Там с более высокой вероятностью, на мой взгляд, возникнет олигархия незаметная и будет примерно как в Советском Союзе. Когда вроде общественная собственность, но есть политбюро, которое, проэксплуатировав вот это всем и никому, на самом деле начинает приватизировать в своих интересах общественные активы. Поэтому мне кажется, что такие модели, они примерно по такой же системе, как СССР, будут ломаться. Через номенклатуру и через людей, которые на самом деле там принимают решения. А все-таки пайщики и кооператив говорит о том, что вот у нас есть субъекты, отдельные юниты, но у них есть общая судьба. Там, где они вообще хотят породняться, они делают неделимые фонды, что уже все невозможно индивидуально отчекрыжить, но они сохраняют свою субъектность, и, например, они могут выйти и забрать свой пай и пропорциональный объем прибыли за год компании. То есть это все-таки, на мой взгляд, более безопасно. Абсолютно, поэтому... Абсолютно, поэтому... Ты верно улавливаешь, но вот я не случайно начинал с Ханны Орент, Карла Шмидта, потому что, ну, с точки зрения политической философии, вы можете исходить из-за вот этой как бы некой целой истории, но, как правило, такие системы приходят к тому, что появляется фюрер, который узурпирует понимание интересов этой целой системы, а реальное самоуправление, да, оно все-таки должно строиться от личности, которая доросла и сознательно кооперируется ради общего блага. И это принципиально другая модель, в которой мы вот идем все-таки изнутри. И за счет этого, за счет того, что у нас есть, с одной стороны, личности и индивиды, индивидуальности, но при этом они коллективисты, делаем более устойчивую систему. Но сделать это сложнее, потому что подготовить такого человека и выстроить соответствующие инструменты... Что-что? Такой человек уже нужен. Такой человек уже нужен. Да, именно. И поэтому, собственно, нужна некоторая экспансия и нужна популяризация, потому что, если эту проповедь не услышат какое-то количество людей или этот консалтинг, не услышат какое-то количество людей, то, собственно, не проснутся вот эти предприниматели коллективного типа, которые захотят быть не властителями, а соорганизаторами. Да. Очень хороший вопрос. Друзья, можно продолжить общение с Украиной? Ага. Спасибо. Не забывайте, пожалуйста, обнимашки. Ваши подлезли. Спасибо.